так дорогие друзья добрый день сегодня я на даче и сегодня у нас будет видео посвященное краткий обзорчик китайской мото косе эксперт которая завозится в киев все типе центр я вам кратко расскажу что такое эксплуатация косы эксперт на протяжении восьми лет эксплуатирование на большом участке на даче в селе сейчас мы конкретно пройдемся по всем ее узлам и посмотрим что она из себя представляет итак ребята мото коса эксперт вот она идет в таком шла вернее в таком вот оранжевом цвете здесь идет продольный скажем мотор установлен да здесь электромотор значит есть кнопка старт и фиксация работы карабин с ремнем для того чтобы можно было на плечо брать косу значит дальше идет вот такая ручка вот она из такого полипропилена сделано отделано не скользила в руках штанга здесь идет барашек для того чтобы можно было собирать разбирать и штанга заканчивается здесь у нас редуктором шпуля с кордом ну и здесь соответственно уже идет этот колпак чехол который идет здесь нож для отсечения лишнего корда ну примерно такая мощность 1 киловатт значит я сейчас переверну и расскажу вам историю что такое восемь лет сезона в сезон косить их значит смотрим что здесь написано значит здесь написано 230 вольт 50 герц то есть не 220 а 230 вот видите 230 вольт 1000 ватт двигатель 7500 оборотов в минуту ротэйт ротэйт ротэйшн поминет поминет вот причем ограничение на я взял и ставил нож треугольный трехлопастной для бензопилы ой для бензокосы значит там идет ограничение 9000 то есть вероятно у бензокосы больше обороты потому что там допуск по ножу по бензокосе больше он велу сюда его ставил тоже значит диаметр 44 сантиметра что такое и 23 сантиметра так 23 сантиметра тоже не помню чего а это радиус наверное длина этой длина выпуска корда значит тут вот соответственно разные идут обозначения тудым тудым там не не выбрасывать не ну короче из-за того что там находится цветной металл медь и его надо утилизировать специальным образом значит теперь смотрим 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 что здесь соответственно нужно обращать техника безопасности бросает по ногам и в лицо щебень если косишь траву как бы на дороге которая посыпана щебенкой нежелательно косить нельзя косить время дождя может шваркнуть током читать инструкцию а тут что а тут что-то а использовать это человечек в каске или в кепке и у него глушители на ушах потому что идет шум ну как бы можно повредить органы слуха как будто теперь что же что же произошло на протяжении 8 лет эксплуатации значит в первую очередь нужно сказать что так идем на над от главного значит я запускал участок участок 25 сотых под дом это под обслуживание домохозяйства здесь сад здесь сам участок сарай там постройки еще разные вот но территория большая скажем так если запускать то получается что трава растет высокая перей там может быть и по пояс и скосить потом трудно такими машинками или триммерами или бензо лучше не косить лучше обычной как косой этой семеркой до косить потом это уже подкашивать значит сейчас вот после первого покоса вот такой вот у нас есть вот уже выросла за неделю сантиметров 15-20 надо будет опять косить в этот раз и не косил значит я засадил мотор скажем так его угробил ну 8 лет эксплуатации я вот можете себе представить до 8 лет косить значит я купил по моему 2007 году или восьмом в магазине эпицентр в киеве на братиславской и тогда была акция он сто 378 гривен как сейчас помню 370 или что-то такое или 380 но не дурак одним словом как для такого инструмента на то время да и сейчас он стоит свои деньги скажем так если работать аккуратно по предназначению как бы все будет нормально значит первым задымился мотор мотор здесь двигатель 1 киловаттный и он приказал долго жить из-за того что я укосил высокую траву она наматывалась на шпулю и соответственно как бы статор и ротор потемнели они не были цвета меди они уже потемнели были такого черно-синего цвета обмотки как бы пришлось менять двигатель такого двигателя в киеве я не нашел пришлось заказывать на ойл x в харькове значит сюда подходят двигатели которые поставляются и которые комплектуются мото косы производства торговой марки клевер значит там одинаковые двигатели по крайней мере он подошел туда и я сфотографировал померил мне выслали значит этот двигатель обошелся мне в 500 гривен но это было в прошлом году значит когда я приехал сюда на дачу установил новый двигатель вернее я взял только сувки разобрал там на балконе все установил новый двигатель приехал на дачу я запустил и я с удивления обнаружил что шпуля крутится с проскальзывание то есть когда я разобрал редуктор но я понял чем слезались шестерни у редуктора это был второй косяк редуктор я пытался отремонтировать у меня сейчас есть эти все запчасти могу показать но не хочу жить и за ним домой но прикол был в том что редуктор здесь стандартный 26 миллиметров идет это я новый уже покупал обошелся на 250 гривен то есть считать 500 гривен этот двигатель 250 гривен редуктор и получается так что та пара которая я хотела его отремонтировать но получается так что все пары которые идут в электрокосы то есть 6 и шестерни которые сюда идут вот торцовый такая под конус сделаны они не подходят в редуктор который шел вот с этой китайской косой подшипники есть все есть пары эти если что стоило 50 гривен это пара то есть недорого но я вам скажу я очень сильно наигрался напарился пока разобрал старый редуктор вытащил из него подшипник хороший один из подшипников начал клинить он уже шелестел второй был нормальный пока я вытащил я его подзагнал немного потому что в общем я вам скажу так ремонтировать китайский редуктор вот такое лучше не надо если у вас есть возможность купить новый купите новый поставьте сразу косите потому что вот эти все приезжаешь на выходные нужно и косить и как бы заниматься другими делами начинаешь собирать редуктор он не получается стопорное кольцо не ставится его надо опять перестать в общем много играть и но много играться с ним тоже не стоит значит 250 гривен сам еще редуктор значит пуля здесь стоит родная старая сейчас я покажу она вот такая вот уже уже сколько ею косили значит получается так что и значит она она еще и треснула внутри пластмасса то есть но еще можно было бы разобрать но я не хочу там собирались по траве это все потерялась пружинка оттуда потерялась там короче сама шпуля внутри как катушка сделана она как бы слизалась там в общем там паз есть куда это наматывается за два паза и между ними слизалась то пластмасса он по сути развалился на две части и получается что как вам сказать что ею можно пользоваться только когда ты намотал все вытащил там определенное количество этого корда откусил плоскогубцами там или ну дал чтобы она его отрубила срезала и получается что косишь 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 автоматически но не удлиняется как вот если там постукиванием допустим шпули об землю да там у меня есть такая катушка такая шпуля меня их там несколько штук я еще покупал дополнительно там играл сейчас устанавливал еще немножко другой общем не получилось что я вам хочу сказать ребята значит а кстати видел подобную пилу ой пилу это я все видел подобную косу в ломбарде продавали значит такого же цвета такая же она они в ломбарде до продавали в новой линии с надписью клевер и она 1200 ватт там даже двигатель мощнее и получается она стоила 1000 гривен в каком-то из ломбардов заходил смотрел просто что продается из там ну техники бушными просто интересные иногда бывает зайти за 600 или 400 гривен продавалась немножко под юзанная такая же гарден только желтая такой же формы все только написано там клевер гарден говорю клевер вот и стоила она по-моему 600 или 400 гривен в общем получается она в нормальном состоянии там двигатель не не вонючие хотел ну я уже брать не стал но получается так что в принципе если вы своевременно косите подкашивайте и как бы занимайтесь своим участком и аккуратно техника будет служить не нужно ее загонять не нужно ее засаживать в высокую траву все будет работать все будет хорошо так ребята я вам желаю всем желаю хорошего настроения подписывайтесь на канал дальше будет еще много интересного и желаю вам вот такой вот хорошей погоды как сейчас у нас есть у нас еще конец мая но купаться еще рано немножко холодновато но уже второй раз косить нужно траву птицы поют на даче очень хорошо вот желаю вам всем хорошего настроения хороших выходных и чтобы у вас все по жизни было хорошо и хорошо складывалось следите за участком используйте разные инструменты какие вам нужны какие необходимо но ребята не запускайте траву потому что получится потом вот такое вот но китайский инструмент использовать можно можно если ты пользуешься им аккуратно и если ты пользуешься им с головой стоил он дешево это коса этот триммер но соответственно вот 8 лет с определенными ремонтами она проходила за 7 ребята пока подписывайтесь ставим лайк я думаю что было интересно вот пишите отзывы и комментарии будем дальше делать обзоры на разную технику счастливо